МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Применяют новый способ отключения одиночных должников. Алкоголь для подростков. Очередной случай продажи спиртных напитков просекли полицейские в одной из городских рюмочных. День рождения Русского географического общества. Память о рязанских первооткрывателях сохраняется в музее путешественников. Но теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня состоялось заседание регионального правительства. На нем губернатор Олег Ковалев отметил, что вокруг автозаправочных станций, точек общепита, магазинов и других объектов, находящихся в частной собственности, должен быть порядок. То есть установлены контейнеры для сбора мусора и налажен его своевременный вывоз. А также заасфальтированы выбоины в асфальтовом покрытии, подметены и чисто убраны прилегающие площадки. Все должно быть подкрашено, и ежедневно должна производиться уборка, потому что накапливается такой вот пыль, там листья пожухлые и так далее. И все это вызывает не очень, будем говорить так, благоприятное отношение у граждан. Поэтому прошу на это обратить внимание. И, скорее всего, здесь необходимо активизировать работу префектов и тех служб, чьи функции входит контроль за благоустройством таких территорий. Значит, необходимо провести плановые проверки в случае выявления нарушений. Ну, там, где это первый раз, дать предписание. Там, где это уже многократно не выполняется, значит, принять меры другого реагирования, связанные с привлечением к административной ответственности. А пока работники Водоканала сообщают о новом методе борьбы со злостными неплательщиками коммунальных услуг. По словам специалистов муниципального предприятия, у них в арсенале появилось оборудование, которое позволяет блокировать, то есть фактически отключать конкретного неплательщика от систем водоотведения. Сообщается, что при этом другие квартиросъемщики не пострадают. Случается, что добросовестные граждане, регулярно оплачивающие коммунальные услуги, по вине своих менее ответственных соседей, остаются отключенными от систем водоотведения. Согласитесь, не очень удобно и уж тем более не честно по отношению к порядочным гражданам. Современные технологии сегодня позволяют избежать подобных ситуаций. Рязанский Водоканал приобрел в свое пользование специальное оборудование, позволяющее отсечь канализацию отдельной квартиры, не причиняя при этом неудобств соседям-должника. Данное оборудование приобреталось с целью борьбы со злостными неплательщиками за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения. Оборудование позволяет отключить от услуги конкретную квартиру. Уже неплательщик не сможет пользоваться ни унитазом, ни раковиной, ни ванной. То есть вода просто перестанет уходить в слив. И самостоятельно должник уже не сможет подключиться к системе. После того, как неплательщикам производится оплата долгая, то услуга водоотведения сразу же восстанавливается ему в полном объеме. Это устройство состоит из катушки со шлангом длиной 50 метров, в которой внутри скоммутированы все подключения. Такое, как пневмо, электро, оборудование и все. Значит, есть пульт управления освещением, фронтальной и боковой камерой. Вот такой аппарат вполне легкий и компактный. Устанавливается сотрудниками водоканал на крышу дома. И далее с помощью камер обнаруживается нужный рычажок давления, который и подействует на должника самым предсказуемым способом. Как показала статистика, метод очень действенный. Количество любителей экономить на платежах по коммуналке постепенно сокращается. Работы еще, конечно, достаточно. Но первые положительные отзывы в адрес новинки уже поступают. По-прежнему крайне напряженная обстановка сохраняется на рязанских трассах. Накануне на автодороге М6 Каспий случилась автовария, которая, к сожалению, закончилась смертью пожилой пассажирки одного из автомобилей. Продолжит рассказ Оксана Тебенихина. В выходные дни и в начале рабочей недели на дорогах области произошло несколько дорожных происшествий, унесших жизни людей. В ночь на субботу в Михайловском районе произошла страшная авария, виновником которой стал 30-летний житель Московской области, управлявший «Ладой» 12-й модели. Мужчина выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Газель». Затем легковушка отлетела в автомобиль «Кия», двигающийся во встречном направлении. В результате данного происшествия погибли водитель «Ваза», водитель «Газели» и двое его пассажиров. А пассажир автомобиля «Кия», 67 и 46-летней женщины и 6-летний мальчик с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. Днем 16 августа на 45-м километре автодороги Рязань-Клепике произошло столкновение выезжающего со второстепенной дороги на главную автомобиля «Ваз» 14-й модели под управлением 57-летней Рязанки с пассажирским автобусом, за рулем которого был 55-летний житель области. Автобус направлялся в сторону регионального центра. Немножко мне как притормозило и газу резко и вперед, и под меня, и здесь уже ничего, ничего я не мог не сделать. В результате происшествия водитель автомобиля «Ваз» скончался на месте автоаварии, а ехавшая в качестве пассажира 49-летняя жительница Рязанского района с травмами была доставлена в больницу. Но а днем в понедельник двое жителей Московской области не смогли поделить 246-й километр трассы М6. 63-летний водитель автомобиля «Хёндай» съехал на обочину, но не справился с управлением и столкнулся с двигающимся с ним в одном направлении автомобилем «Лексус» под управлением 27-летнего молодого человека. В результате данного дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обращались оба водителя и два пассажира автомобиля «Хёндай». Также пассажирка автомобиля «Хёндай» 92-летняя жительница Воронежской области скончалась в реанимационном отделении больницы. Почему-то в последнее время вместо банальных правил дорожного движения все большее количество автомобилистов предпочитает соблюдать правила «либо мы, либо нас». Продолжается борьба с незаконной продажей нелегального алкоголя, в том числе и в пятийных заведениях. Впрочем, не только по этой статье наведываются правоохранители в расплодившиеся по городу рюмочные. В злачных местах рязанские полицейские периодически находят несовершеннолетних посетителей. При этом на столах у подростков оказываются отнюдь непрохладительные напитки, а выпивка покрепче. Последний такой пример несоблюдения законности обнаружен в горроще. Рязанские сотрудники полиции пресекли продажу алкоголя несовершеннолетним. Жители домов на улице Островского обратились в полицию, что в одном из пятийных заведений, расположенных в районе, несовершеннолетним продают пиво. В ходе рейда по профилактике правонарушений среди подростков сотрудники полиции встретили в злополучном заведении несовершеннолетних юношей с пивом в руках. Выяснилось, что продавщица беспрепятственно продала подросткам пиво, не поинтересовавшись возрастом юных покупателей. Как вообще продали-то так? Ну, я подумала, что им 18 уже есть. А паспорт спроси. Ну, это человек, у меня учет вообще-то идет. И я пересчитывалась, и чтобы успеть быстрее на маршрутку, я просто не обратила внимания. То есть, бывает, засуматошишься и лишний раз паспорт не споришь. Нарушительницу сразу же задержали и составили административный протокол. С продавцом была проведена профилактическая беседа, направленная на недопустимость продажи спиртных напитков несовершеннолетним лицам и привлечена к административной ответственности по статье 14.16.2.1 Кодекс РФ об административных правонарушениях. Штрафы за данное правонарушение налагает Роспотребнадзор до 30 тысяч рублей. А рязанские наркополицейские сообщают о задержании двух молодых жительниц Подмосковья, которые в областном центре распространяли героин. Сотрудники регионального УФСКН задержали двух жительниц Московской области, прибывших в Рязань с целью распространения героина. Предварительно в процессе оперативной работы наркополицейские выявили схему, по которой героин бесконтактным способом сбывался в областном центре и установили предполагаемых курьеров. Ими оказались две девушки 27 и 25 лет из подмосковного города Жуковский. В очередной их приезд в Рязань девушки высадились из электрички на железнодорожном вокзале и направились по центральным улицам города, делая закладки и сообщая координаты этих мест оператору из других регионов, который также дистанционно поддерживал связь с потребителями. На улице Высоковольтной они были задержаны с поличным и при личном досмотре у них были обнаружены закладки с героином в общем количестве 20 штук, а также при поисковых, в ходе поисковых мероприятий на улицах города было обнаружено и изъято еще несколько аналогичных свертков. В целом из незаконного оборота было изъято 25 грамм сильнодействующего наркотика. Согласно имеющейся информации, распространением героина задержанные также занимались и в Жуковском, а в Рязани старшая из них появлялась пять раз, младшая дважды. Обе сами регулярно употребляли наркотики и в момент задержания находились под его воздействием. Возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группы лиц по предварительному сговору. Суд вынес решение о заключении фигуранток под стражу. Сегодня исполняется ровно 170 лет с момента создания РГО. Оно было учреждено высочайшим повелением императора Николая I в 1845 году. Задачей общества с первых дней было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли. Среди членов РГО были знаменитые мореплавители, ученые, астрономы, геологи и статистики. Внесли свой вклад в деятельность русского географического общества и рязанцы. Занимаются сбором информации о земляках-первооткрывателях сотрудники Рязанского музея путешественников. Рязанский музей путешественников был основан героем России Михаилом Малаховым. В экспозиции представлены ценные материалы экспедиции рязанских путешественников – артефакты, научные изыскания, фотографии и заметки. Здесь даже можно увидеть русский якорь голландского образца XVIII века. Директор музея Александр Капитанов нашел его совершенно случайно. Ему позвонили люди, у которых якорь долгое время лежал в сарае, и они хотели сдавать артефакт на металлолом. Очень долгое время был на дачном участке одного в Терновского крестьянина. После этого участка был заброшен, 20 лет крестьянин номер, пришел новый собственник, еще 20 лет пролежал. И после случайный звонок, и говорит, к нам приходит здесь вот якорь, у нас валяется какой-то, вам якорь не нужен. Рязанский музей путешественников поистине считается уникальным. Подобного в стране просто больше не найти. Основной целью сотрудники музея считают сохранить память о достижениях и открытиях рязанских первооткрывателей неизведанных земель, а также освещать деятельности современных экспедиций. Например, в июле рязанцы прошли по пути своего земляка и великого русского путешественника маршрутами Семенова-Тяньшанского. Нигде так не прославляют путешественников, своих земляков, путешественников, географов, которые занимались открытиями и каждое свое время открывали что-то неизведанное для нас, как в Рязани. Мы этим гордимся. Кроме выставок по итогам экспедиции организовывается постоянная работа с детьми в школах и детских лагерях. Но и на этом деятельность музея не ограничивается. В планах у членов регионального отделения Русского географического общества продолжить аллею в городском саду в честь знаменитых рязанских путешественников, вошедших в историю страны. В ближайшем будущем рязанское отделение РГО займет дом Лаврентия Загозкина, исследователя Аляски и Олигутских островов. Впрочем, до сих пор ездят рязанцы по городам и весям, как говорили в старину, чтобы других посмотреть и себя показать. Не так давно с представительного Тульского фестиваля рок-музыки вернулся домой коллектив «Симпульс И». Black & Life – международный фестиваль экстремальной музыки, который дает возможность заявить о себе, ну или напомнить музыкальным коллективам из разных стран мира. Фестиваль проходит в древнем российском городе Тула, в живописном месте на окраине города. Как оказалось, нашему славному городу тоже есть что показать. На фестивале, который прошел в минувшие выходные, выступила рязанская группа «Симпульс И». По словам музыкантов, участниками стали практически случайно. На проходящем до этого в Калуге фестивали «Железные леди» были замечены организаторами и приглашены. Ребята уверены, что рок жив, а подобные фестивали помогают не только раскрыть таланты, но и позволяют получить массу впечатлений, как участникам, так и зрителям. Ну а в планах у группы, конечно же, музыка. Планы выступлений. Планируем поехать в тур по России осенью, и все хорошо будет. Вот. Планируем сингл выпустить, то есть мы уже запись начали. Вот. Потом первый альбом перезаписать. Тоже хотели бы на английском языке его издать. Потому что, как показывает практика, все-таки за границей нас больше воспринимают, чем вот в России. Вот. Клип выпустить. То есть мы уже сняли как бы клип на песню с последнего альбома. Осталось теперь сюжет снять, все это сделать. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей, где речь в беседе пойдет о так называемых антикризисных стартапах. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова